Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Как вы помните, в прошлой части мы прошли два этапа мгновенно и остановились на 12 этапе чемпионата. Своих противников я вообще ни одного не видел, сейчас мы вместе с вами всё это посмотрим. И также без записи я по времени решил не переходить на следующий этап, не делать вообще никакую тачку, просто останусь также на 12 этапе, потому что мне хочется, чтобы у меня был больше стрик из мгновенных переходов. То есть здесь я решил по времени не переходить, там остался внизу топ и вообще меня не перекинуло, просто там небольшую награду дали. Собственно, ребята, как я вам говорил в прошлой части, мы сегодня будем делать проныру и на самом деле корпуса такого более-менее крутого я так и не нашёл, но что-то у меня там было и можно попробовать это будет поставить. Также я уже пару колёс для этой тачки подготовил и у меня есть два оружия. Хотелось бы, конечно, проныру, у которой будет, получается, один слот для утилиты и два слота для оружия, тогда будет вообще просто замечательно, но по атаке у нас будет всё более чем окей, потому что, ну, как бы у меня будет такая крутая ракетница, которую, помните, мы выбили легендарную, и мне кажется, она будет нормально так дамажить. Вот, собственно, такая вот проныра у нас есть, давайте мы натянем на неё колёса, у меня там был где-то маленький ролик на проныру, вот он, так вот делаем, 532 здоровья, а этот у меня ролик 460 прибавляет, а если я какой-нибудь другой вставлю, а я даже не знаю, какой другой мне сделать, потому что больше и нет, в общем-то, может быть вот этот, но мне кажется, он много не прибавит. Нет, видите, тут уже мы идём в минус. Давайте тогда обратно вернём этот маленький ролик, и у нас 2799 хп. Дальше что мы делаем? Мы, наверное, эту оружку ставим вот сюда, и у меня есть ещё одна оружка для этого, но она у меня стоит на какой-то другой пушке, что ли? А, нет, вот она, и она занимает 6 энергий, и как раз-таки у меня ровно хватило. Конечно, не так уж и много атаки, но на самом деле, знаете, можно и поставить лазер такой, очень тоже интересный достаточно, я даже не знаю. Может быть, если не получится пройти, то можно будет его попробовать. Ну, давайте тестить нашу вот эту тачку, надеюсь, она будет супер-классной. Перед тем, как начнём тестить, давайте откроем вот эти вот сундуки. Я их тоже подготовил, сейчас мне, ребята, вообще не везёт, короче, на сундучки. Мне выпадают только обычные ящики, потому что у меня вот подряд было, получается, 4 супер-ящика, и после этого у меня уже, наверное, штук, ну, не знаю, 12 уже подряд идут вот только обычные ящики, и больше никакие, это вообще полный отстой. О, какая крутая ракетница выпала, на самом деле. Можно будет даже энергию сюда влить и попробовать поставить вместо этой. Но это уже попозже, ребята, немножко сделаем, если, конечно, нам не будет хватать атаки. Ну, ракетница вообще чётко выпала, аж на 4 звёздочки военных. Ну, это как бы не для моего этапа, но мне звёздочку накинули, и это классно. Окей, смотрим дальше, можно, на самом деле, назад какой-нибудь шкив поставить. Если он выпадет, конечно, мне, ну, там, на 2, может быть, звёздочки, или на 3, даже тогда вообще 100% можно будет так сделать. Так, классика выпадает вот такая странная, на 4 звёздочки, потом катер, комета неплохая и пирамиды на 2 слота под оружие. Окей, сундуки открыли, давайте, наверное, сейчас в бою ещё один добудем. И потом уже можно будет, короче, оставить сундучок, пока будем проходить этапы, можно будет по времени, короче, ждать и этот сундук. Вот, давайте, падает. И сном, кстати, видите, обычный ящик, вообще, супер ящики просто пропали куда-то с моего аккаунта, я даже не знаю, что с этим делать. Ну, давайте посмотрим, что по нашим противникам. Они, наверное, супер мощные, но этого мы убиваем, это хорошо. Дальше у нас ещё такой нормальненький, тоже убиваем. Кстати, пока что идём очень даже неплохо. Дальше мощный чувак, но мы его побеждаем. Я думаю то, что у нас есть шанс сейчас даже мгновенно перейти, просто не заморачиваясь даже. Это будет, на самом деле, очень прикольно. Так, ну если, конечно, там не будет никаких-нибудь прыгунов и тому подобное, вот это вот помощнее, чувак, будет. Но тоже, блин, ваншотим, нифига себе, у нас так много вообще атаки, что-то для моего этапа. Отлично, этого тоже побеждаем. Дальше смотрим. Тоже ваншот, нифига себе. Ну, не ваншот уж, просто до того, как лазер выстрелит, мы уже их убиваем. Так, здесь немножко атаки не хватило, нужно будет прокачать. Ну, давайте, наверное, прямо сейчас это и сделаем. Можно просто чуток вкачать мою вот эту ракетницу, как бы, по идее. И всё, там урона дофига прибавится, потому что, видите, она легендарная. И если я хотя бы чуток её прокачаю, там просто, ну, дофига чего накинется. Так, сюда вот это вольём. И вот это. И плюс 70. Нифига себе. Давайте мы тогда ещё немножко повысим. Ещё плюс 70. Вот, плюс 140. Надеюсь, мне этого хватит, чтобы победить того чувака. Давайте смотрим. Раз и два. Всё, отлично, хватает. И это замечательно. Смотрим дальше. Олег, Олег, Олега побеждаем. Замечательно. Потом... О, это тактика, блин, не знаю, ваншотни, да? Фак. Он меня ваншотнул. Ну, что тогда с ним придётся нам сделать-то? Давайте подумаем. Смотрите. У него 1200. Мы это умножаем на 2. Потом... Блин, нужно хп, короче, прокачивать. Нужно прокачивать хп. У меня немножко не хватает, чтобы против его лазера, короче, быть. Ну, давайте посмотрим, что у нас там по хпшечке. Вольём мы, конечно, наверное, в наш корпус. Сколько? 368. Ну, давайте. Наверное, хватит, думаю. Ну, эта тактика, конечно, такая уж. Хитрая достаточно. Но если хп так нормально прокачать, то можно будет побеждать. Всё, отлично. Прощай, чувак. Тебя мы тоже побеждаем. И... Смотрим. Ой-ой-ой. Ничего себе. Ещё нужно урон немного прокачать. Капец. Всё равно не хватает чего-то, не хватает. Нужно, конечно, тачку прокачивать. Просто так у меня перейти, как вы поняли, не получилось. Так, эти оружки мало слишком прибавят. Так, дальше лазер у нас здесь. Оу, вот это вообще, наверное, дофига прибавит. Отлично. Так, неплохо. И что? Там ещё у меня дрели, наверное, жалы. Вот эти тоже можно попробовать влить. И теперь давайте посмотрим. Теперь уже точно мы должны всех побеждать. И мгновенно, спокойненько переходить. Давай. Отличненько. Этого парня побеждаем. Но он, на самом деле, самый мощный из всех здесь. Ну, всё, можно ждать, как бы, и мы многоменно перейдём спокойненько. И это, на самом деле, очень классно. Я чё-то даже как-то не ожидал, то, что, ну, слишком так много атаки будет. И будет слишком легко переходить этапы. Ну, как бы, легендарки сами говорят за себя. И, блин, вы сами видите то, что урон просто колоссальный. Просто колоссальный для моего именно этапа. Я просто, ну, один уровень прокачал, плюс 70 атаки. Это равносильно тому, что я там просто эти комплекты атаки вливаю на моём этапе. А, на самом деле, я просто чуток прокачиваю уровень, короче, на моей ракетнице. Это очень классно. Это я ещё даже не прокачивал колёса. Так, более-менее на ставках. И вот эти вот близнецы. Вот. Но, на самом деле, здесь не такие уж и мощные ребята, если обратить внимание. Тут вот и железо... Ой, и металлические детали есть. И, как бы, не знаю даже. Крутыми их назвать можно. Но, блин, всё равно, не такие уж они и мощные. Отлично. Смотрим, что у нас по ящику. У нас супер ящик. На самом деле, мне писали то, что там в одном месте можно смотреть, какой ящик мне выпадет. Но я очень часто смотрел и обращал внимание на то, что там, ну, что-то как-то всегда показывается супер ящик. И когда легендарный, там не показывается. Хотя легендарный вам может спокойно выпасть. И это очень странно. Так, что за детали вообще? Что за бред полный? Просто по одной звёздочке. Только одна классика. Вот, выпала на четыре звезды. И вот комплект тоже энергии. И больше ничего. Так, здесь что у нас? Ох, не хватает игроков. Ну, давайте хотя бы посмотрим. О-ой-ой, здесь уже просто посмотрите, какая мощь против нас играет. Капец. Так, с этим мы, наверное, тоже не справимся. А, не справились. Нифига себе. А, точно, у нас же хватает. Атаки неплохо так замечать. Ну, смотрите-ка, в этом этапе тоже у нас всё очень даже неплохо. Ну, этот чувак нас побеждает. Но здесь буквально чуток атаки нужно прокачать. Так, с этим что? Блин, лазер успевает. Нужно тоже атаку прокачивать. Но этот нам ничего не сделает. Мы сейчас его просто с близнецов завалим. Дальше что у нас? А, этот. Ого, сколько ж у него атаки-то. Валяйся там. Мы тебя сейчас с близнецов попробуем порешать. Хотя это будет очень долго. Блин, ребята, это очень опасно. Это очень опасно. Блин, немножко не хватает. Причём нужно прокачивать именно близнецы. Блин. Это тупо. Ну, мы выиграли всего лишь 4 боя из 8. Ну, нужно ждать, пока здесь появятся новые чуваки. Ну, что на самом деле мы можем с ними сделать? Мы можем пока что поставить мою вот эту тачку секретную. Ну, мою секретную скрыть. А поставить вот эту вот лёгкую. Пусть пока что там народ копится. А мы можем пока что понабивать сундуки. Либо я снова, как в прошлой части, поставлю на паузу. И как бы буду набивать. Сидеть и посмотрю, когда там уже полный народ наберётся. И как бы, может, уже будет потом и прокачивать тачку. И всё в этом роде делать. Хотя тут осталось всего лишь 2 человека. Можно всё-таки даже вместе с вами, наверное, посидеть, понабивать. Но тут, блин, я вот просто сижу спокойненько, набиваю себе коронки для сундуков. И у меня просто такие серии побед накапливаются. Ребята там целый час на эти победы тратят, на эту серию побед. Ну, там реально 100 побед в серии хотят ребята набить. И пишут то, что тратят полтора часа. На самом деле, этой тактикой, ну, блин, максимум минут 10 тебе нужно потратить, чтобы как бы набрать 100 побед. Это реально очень легко. Так, тут мощный. Смотрите-ка, уже золотые детали начались у чуваков. Интересненько. В быстрых боях уже есть золотые детали. Хотя я нахожусь только на каком-то этапе. О, суперящик выпал. Нифига себе, не прошло и года. Давайте посмотрим. У меня там ещё, по-моему, один этап до того, чтобы у меня был бы шанс на золотые детальки. Так что, блин, очень странно то, что они мне попадаются. Ещё один чувачок. Ждём, пожалуй, и потом уже можно будет пытаться мгновенно перейти. Если у нас что-то не получится, можно будет открыть этот вот суперящик, который мне выпал. Не важно, что он без коронок. Просто уж откроем, потому что он у нас есть. И, наконец-таки, он появился. Ну, кстати, вот ещё одна коронка на нём. Окей. Набиваем дальше. Отличненько. И смотрим, появился там новый чувак или нет. Ну-ну-ну, грузись давай. И да, всё. Полный у нас тут народ. И можно уже пытаться играть моей другой тачкой. Но для начала мне нужно её прокачать. Давайте-ка мы немножечко вкачаем атаки вот тут. Там просто есть один титан, который как бы... Ну, ему прилетает, конечно, в лицо. Но всё равно. Так, здесь... Не знаю, прокачать. Ну, давайте лучше мою вот эту ракетницу. Она мне больше как-то нравится. Так, дальше мы немножечко сейчас, наверное, вольём других вещичек, которые у меня там есть. А какие у меня там есть-то крутые такие, чтобы прям хорошенько так прокачать вот это. Дальше. Ну, денежки у меня, конечно, заканчиваются. Хоть я их и поднакопил, там открывая ящики. Но всё равно видно то, что скоро они совсем уже закончатся. Такс. И больше у меня здесь оружик никаких нет. Колёса мы все оставим. Не хочу их пока что тратить. И что у меня тут по крутым деталькам? А крутых деталек-то у меня толком здесь и нет. Ну, давайте так будем пробовать. Если получится, будет очень хорошо. Конечно, там, блин, были чуваки, которые, мне кажется, меня завалят. Вот, например, вот этот говнюк. Ну, здесь мне именно надо прокачивать моё здоровье. Так, ну, давайте посмотрим, сколько же он там нам выносит. Блин, у меня ещё дождик идёт, на самом деле, ребят. Если будут какие-нибудь посторонние звуки, вы меня простите. Так, 1600. Но нам надо немножко здоровье прокачать, чтобы он нас с двух выстрелов не убивал. И потом уже можно будет спокойненько его порешать. Прокачаем именно корпус. А я ему левела немножко прибавлю. Можно, наверное, вот эту ракетницу влить. Почему бы и нет? Давайте так сделаем. Потом эту ракетницу сюда вольём. И у нас как раз-таки хватает на то, чтобы его убить. Так, ну, давайте пробуем. Побеждаем или нет? Отличненько. Всё, он нас не успевает убить, и это хорошо. Так, с этим что у нас? А этот нас успел бы убить, но одна ракетница у него не попадает. Так, с этим что? Замечательно. Идём дальше. Так, этот, мне кажется, побеждал, да? Но сейчас я его с двух выстрелов выигрываю, так что его лазер не успевает выстрелить. Ага. Вот у нас ещё какая проблема появилась-то. Нужно ещё атаку вкачивать для другого парня. Мне нужно, чтобы у меня стало 2500 атаки. Это полная жесть. Где я столько атаки возьму? Почему этот за мной ехать-то стал? До этого вроде бы он не доезжал. Окей, но всё равно успеваем его убить. Это хорошо. Дальше. Вот с этим нужно поаккуратнее. Хорошо. Убиваем. Дальше. Этого мы выигрывали. Я вроде бы как помню. Еле как, но выигрывали. Ну, вроде как мне осталось прокачать только атаку на 300. И всё. Потом мы можем снова мгновенно перейти. И будет на самом деле хорошо. Тогда меняем сейчас мою тачку обратно. Открываем ящики и смотрим, что выпало из них такого крутого. Наверное, чуваки думают, что я какой-то читер. То, что вот эту вот тачку ставлю и так быстро перехожу. Но на самом деле я просто как бы меняю в гараже машинку. Ну, давайте посмотрим. Так, реверс выпал. Титан. О, кстати, будет не одна, а целых несколько таких эпических деталек. Вот уже аж две. Хорошо. Три. О, три детали эпических. Хорошо. Сейчас мы, наверное, их и все вольём. А что у нас вот в этом ящике? Давайте тоже потратим 10 кристалликов. Больше не буду экономить, ребят, кристаллы. Буду в каждой серии для вас открывать ящики, чтобы мы всё по-быстрому это делали. Ну, давайте посмотрим. Мне нужно атаку реально так нормально прокачать. Так что вот эту вот машину, вот эту вот нашу ракетницу будем сейчас прокачивать. Так, мне выпал неплохой реверс, но где он у меня находится-то? Находится у меня где-то здесь, но что-то я его пока что не вижу. Ага, вот он. Ну, давайте его вольём. Конечно, уровень у нас от этого не повысится, но хоть немножко прибавится. Плюс ещё денюжки заканчиваются. Это тоже немножко тупо. Плюс 70 атаки. Так, а мне какой-нибудь комплект выпадал там на атаку, например? Нет, комплекта нет. Так, ну я даже не знаю, корпуса я вообще крайне не хочу тратить, потому что они мне нужны для проверок ставок. Но, блин, не знаю, не знаю, не знаю, ребят. Может быть попробовать вот этот влить корпус? Ну, блин, он тоже какой-то редкий. Давайте там есть валун один. А, блин, тут надо корпуса выбрать. Валун там есть один и луноход. Давайте их вольём, потому что не так уж часто луноходы встречаются. Это раз. А валуны, ну там, блин, они практически все одинаковые. Ну, давайте немножко прокачаем. Это сюда и это вот сюда. Так, денюжек совсем мало осталось. Блин, вот это меня настораживает, конечно. Придётся сейчас продать немного близнецов и ещё что-нибудь одно влить. Повысится уровень от этого? Да, плюс 70. Но у меня ещё нет 2500 атаки, ребята, и нужно сделать что-то ещё. Блин, я даже не знаю, что же можно такого влить, чтобы хорошо прокачать мою машинку. Блин, никакого комплекта ещё тоже нет. Давайте, короче, знаете, что сейчас сделаем? Я впервые в жизни сейчас потрачу деньги на донатерский ящик. Ни разу я ещё их не открывал. Но сейчас я это, конечно, сделаю, ребята, чтобы получить шанс на то, чтобы выбить классику с двумя или тремя креплениями. Это раз. И для того, чтобы получить, ну, какую-нибудь прикольную там фигнюшечку, либо набор. Ну, вы сами понимаете, что-нибудь классное, чтобы не выпало из ящика. 150 кристаллов, ребята. Я отдал вот за этот ящик. И давайте посмотрим, что из него такого выпадет. Ну, пока что вещи такие хорошие. Звёздочек на них много. Ну, вот по две, по три. Ну, это нормально на самом деле. Так, классика с одним креплением. Походу, мне она всё-таки не выпадет. Хотя фиг знает, сколько здесь деталей на самом деле. Так, очень классная, кстати, выпала комета. Нужно будет потом на неё обратить внимание. Так. О, ещё выпала классная, получается, этот. Как же она называется-то? Забыл совсем. Ой-ой-ой, про Ныра. Можно её, кстати, попробовать поставить. Она ещё бонус даёт к этому. К, получается, к ракетнице. И это на самом деле хорошо. А давайте-ка мы реально проверим. Может быть, она реально очень классная. Ну, там может энергии, конечно, не хватать. Но, блин, я даже не знаю. Мне кажется, она очень даже хорошая. Блин, такой классный бонус на этом Титане. Так, ну давайте листаем. Блин, очень сложно на самом деле здесь листать. И это очень тупо. Надо было разработчикам сделать не чтобы до конца там отправлялась, а по чуток немножко. Потому что о других людях тоже нужно думать. Так, для ракетницы. А по ХП у неё чё? Ну, давайте, короче, сейчас соберём и посмотрим, что у неё по ХП будет и тому подобное. Так, ставим вот сюда. Плюс 2000. И в итоге у нас 2500. А вся энергия у нас закончилась. Сейчас мы поставим два колеса. И что там будет у нас уже по атаке? Ой, по ХПшке посмотрим. Ну, по ХПшке я на самом деле не помню. Но всё практически так же. Сейчас мне нужно влить немножко энергии. И я, наверное, ещё немножко прокачаю вот этот вот корпус. А в него я волью все вещи, которые мне новенькие выпали. Вот, например, вот это. Так, недостающие монетки, блин, приходится покупать. Ладно, давайте это продадим по-быстрому. Так, это тоже. Тут нормально прибавляется. О, это нормально прибавляется. Давайте мы сюда вольём. Так, ну немножко не хватает до нового уровня. Это плюс халявные 70 атаки. Так что давайте всё это сделаем. Замечательно. Теперь мне, ну, мне можно прокачать одну энергию. Возьму я самый дешёвый комплект энергии, чтобы влить как можно более дёшево. Но, блин, что на самом деле можно поставить на проныру за одну энергию? На самом деле, наверное, я поставлю импульс, который даёт плюс к близнецам моим. Это будет, на самом деле, очень классно. Так, 6 тысяч стоит. Блин, надо что-нибудь продать. Ну, давайте продадим наклейки, наверное. Мне не нравится вот эта наклейка. Ой, как же они дёшево стоят. Ой-ой-ой. Нужно что-нибудь другое. Так, ну всё. Сейчас у меня хватает. Ну, блин, наклейки, конечно, классно продавать. Но только те, которые совсем недавно выпали. А которые уже давно выпали, они совсем-совсем дёшево. Так, и где мой импульс? Вот он. А, он для проныра даёт, а не близнецов. Ага, и он на 2 энергии. Вот в чём проблемка. А тут что? Для жала. Давайте обычный поставим, просто чтобы хп было, как бы. Окей, всё, давайте теперь идём в бой и смотрим, что у нас по противникам. Одну звёздочку у нас какой-то чувак забрал, и давайте посмотрим, что у нас с ним будет. Ага, вот он как. Нифига себе, он ещё сильнее прокачал свою машину. Вот же говнюк-то, а. Так, ну тогда мне нужно поставить что-нибудь другое здесь. А что это другое будет, я пока что не знаю. Блин, ковшик может быть какой-нибудь. Ковшик был бы классный на самом деле, но у меня что-то такого прям ковшика нет. Может быть нитро? Нет. Ну блин, ковшик сюда бы классно вообще зашёл на самом деле. Я бы смог противников поднимать. Ну давайте, наверное, попробуем ещё немножко энергии влить сюда. Ну, потратимся уж, что сделать. А сколько здесь даётся жизик? Плюс 500. Блин, нет, это мне против того чувака всё равно не поможет. Так, ну давайте вливаем. Это всё покупаем и смотрим. Мне нужно поставить сюда классный ковш на две вот эти вот энергии. Ну давайте сейчас попробуем. Мы, наверное, его всё равно поднять не успеем, я так думаю. Но хоть что-нибудь должно получиться. Так, блин. Я даже не успеваю сделать второй выстрел, какой меня уже убивает. Это полный отстой. Из-за одного чувака сейчас не можем просто пройти. А, теперь ещё из-за одного. Блин, а чё эти парни так прокачались-то жёстко? Или это из-за ковшика моего? Вроде бы до этого мы побеждали их всех. Даже не знаю, блин. Двоих уже не можем победить, это не очень классно. Так, этого побеждаем. Ковшик, кстати, реально так нормально спасает. Но, блин, я даже не знаю, что и как сделать. Кстати, эта фигня переворачивалась, когда я был без ковша. А сейчас она, блин, не переворачивается, когда я с ковшиком. Вообще, очень странная тактика. Не понимаю, от чего она зависит. Очень непонятно. Так, с этим что? Ну, с этим, наверное, будет легко. Потому что нас ещё немножечко стопит наш этот ковшик. И из-за этого мы ещё медленней. Ну, давайте точно посмотрим, уж сколько мы не можем победить человек. Так, ну, этого тоже вроде как должны. Отлично. Этого, этого, этого. Ну, да, всё, побеждаем. Двоих только не можем. И это очень странно, на самом деле. Почему мы их не можем победить, блин? Может быть, тот первый тачку сменит? Нет, он не хочет тачку никак менять. Но у него какая-то первая ракетница реально чересчур мощная. Так, ну... Здесь мы проигрываем тупо из-за расположения, наверное, наших этих ракетниц. Потому что тогда они были немножко по-другому. И, блин, я даже не знаю, как тут поступить, ребята. Просто не знаю. Блин, ну давайте попробуем поставить, короче, тот импульс. Он там немножечко прибавляет здоровье проныри. Если уж не получится, то уже в следующей части попробуем что-нибудь с этим сделать. К сожалению, сегодня у нас тогда не получится пройти сразу два этапа мгновенно. Просто у меня сейчас нет сундучков таких нормальных. Я уже в следующей части поднаберу их. И потом уже вместе с вами мы попробуем что-нибудь из этого сделать. Ну, давайте сейчас посмотрим. Конечно, 84 хп, мне кажется, не зарешают. Но все-таки, может быть, хотя бы одного мы сможем. А где этот Найтмейр? Вот он. Ну, давайте посмотрим. О, вот сейчас мы его выигрываем. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ладно, меняем, короче, тачку на обратно. Этого мы пока что победить не можем. У нас был бы, конечно, шанс, если, конечно, он бы машинку сменил. Но, мне кажется, этот парень точно сейчас машину не сменит, потому что он даже не в сети. В общем-то, ребята, еще я хотел сказать то, что я набрал миллион рейтинга. Это просто полная жесть. Это просто мой первый миллион рейтинга. Это, ну, на самом деле, очень хороший результат. Потому что у меня, как бы, на моем сейчас этапе достаточно такой, ну, можно даже сказать, наверное, максимальный уровень рейтинга. Я всегда стараюсь его больше и больше набивать из-за того, что многие ребята там быстро проходят этапы и очень сильно отстают по рейтингу. Но я набиваю для вас коронки для этих ящиков, все это пытаюсь сделать. Из-за этого у меня рейтинг нормально так повышается. Если бы, конечно, я этого не делал, то, может быть, рейтинг у меня сейчас бы и не был миллион. Но он есть, и это, на самом деле, очень классно. Ладно, в общем-то, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы хотите, чтобы я продолжал снимать Кэтс, тоже ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok